Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы играем на родине РП первый сервер. Не забывайте вводить мой ник при регистрации, потому что если вводить мой ник, прокачаясь до третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам. Поэтому вводите мой ник при регистрации. Также я хотел бы напомнить, что я создал себе новый аккаунт в инстаграме, поэтому ссылочка на него будет в описании. Обязательно просто подписывайтесь, там будут фоточки из моей жизни, всякий эксклюзивчик, поэтому всем советую подписаться. Ну что ж, сегодня я решил продавать машины. Хочу себе купить какую-то новую машину, не знаю, возможно иномарку если хватит, возможно какой-то тазик прикольный, но я хочу продать свои машины. Я скорее всего Лана солю в ГОС, а Ниву тоже солю в ГОС, а вот копеечку я наверное поеду и попробую продать. Почему я эти тачки буду сливать в ГОС две? Потому что они есть на рынке низкого класса. Да пацаны, я знаю, что я уйду в жесткий минус, потому что я вложил неплохую сумму денег в эти две машины, ну именно на тюнинг. Но придется их слить в ГОС. Да, мне за них дадут мало денег, но давайте попробуем. Нам дало 250 тысяч, это уже неплохо. Так, следующая тачка, открываем ее и тоже будем продавать. Пишем в селкар, продаем 70 тысяч. Ну, неплохо пацаны, неплохо. Итого у нас есть уже 500 тысяч. Мотоцикл я продавать не буду, потому что мне он нравится, Маврик я тоже продавать не буду. Но на копейки мы поедем получается на Анашан. Попробую ее продать, потому что ее нету в автосалоне низкого класса. Короче, пацаны, мою машину никто не покупает. Я сначала приехал, выставил ее за 400 тысяч. И теперь выставил за 200 тысяч, и ее все равно никто не покупает. Видимо, у него ГОС очень маленькая, поэтому... Не знаю, я думаю, ее просто в ГОС лить и все. Типа, и поискать себе машину. Здесь вот Хонда Кор стоит, и, блин, я бы его хотел купить, но он стоит миллион. Просто стоит миллион, и мне на него точно не хватит. Давайте, короче, я, скорее всего, в ГОС солью эту машину, и все, и не буду париться. Все, сливаем ГОС, и я получил за нее, по-моему, 50 тысяч, или около того. Я вот хочу сбегать на рынок вон туда и посмотреть машины. Там вроде бы какие-то две машины есть, но... Мне кажется, это какие-то голимые машины, поэтому... Сейчас я сдалека гляну. Так, Форд Фокус стоит, и все. Больше там, по-моему, ничего нету. Давайте хотя бы посмотрим, сколько стоит сам Форд Фокус. Мне просто интересно посмотреть даже, сколько он стоит. Мне кажется, он стоит примерно, ну, 1700. Вот примерно столько он стоит, я думаю. 560. Ну, нормально, пацаны, это весь мой бюджет. Можете реально купить Форд Фокус и не париться. Просто я не знаю, сколько он едет. Типа, иномарочка, там, знаете. Это вам Ниванос. Ну, Форд Фокус было бы реально неплохо купить, я думаю. Поэтому я вот задумался над его покупкой. Только я не знаю, как он едет. Плохо, неплохо, поэтому... Очень сложное решение, на самом деле. Я бы лучше Газель, наверное, купил, чем ее. О, кстати, Газель 240 тысяч стоит, прикиньте. Я думал, Газель деталям стоит. Ну, зачем мне Газель, типа, я не знаю, пацаны. Типа, купить Газель чисто по приколу. Чтоб деньги остались. Ну, давайте, ладно. Я пока что побегу еще на рынке, посмотрю, может быть, какая-то тачка приедет. И я, соответственно, ее куплю. Короче, пацаны, я побегал, поискал и нету машин. Там есть УАЗик стоит, но его никто не продает, типа. Я бы очень хотел себе, реально УАЗик просто. Мне вот интересно, сколько он стоит, этот УАЗик. Но давайте, ладно, купим уже вот эту машину. Это Форд Фокус. Ну, хоть какая-то иномарочка будет. Поэтому, вот, покупаем ее. И я предлагаю ее перекрасить в другой цвет. Все, пацан, я перекрасил машину. Теперь она будет у нас такого яркого цвета. Давайте пробуем на ней проехаться. Я вот хочу чисто для интереса поехать и посмотреть, сколько стоит все-таки УАЗик. Потому что я что-то очень бы захотел. Мне он внешне как-то привлекает просто. Реально симпатичная машина. Поэтому я предлагаю поехать в Латкарина и посмотреть, сколько же эта машина стоит. Все, пацан, я уже почти подъехал. Я уже доехал до Латкарина. Сейчас посмотрим, сколько стоит УАЗик. УАЗик стоит в гости, вроде бы как. Именно в Латкарина здесь находится автослон редких машин. И вот здесь я когда-то видел УАЗик стоял. Я хотел его купить, но у меня, по-моему, либо места не было, либо денег. Я уже не помню. Так, вроде бы вот он стоит, этот УАЗик. И он стоит у нас 900 тысяч. Блин. Если бы я знал, я бы как-то, может быть, поднакопил. Не покупал бы себе Форд Фокус. Блин, 900 тысяч стоит УАЗик, пацаны. У кого есть бабки, подходите мне, пожалуйста, на вот этот УАЗик. Просто мне что-то он очень нравится в черном цвете. Особенно прям просто соска. Я себе хотел бы его купить. Ну да, 900 тысяч он стоит. Блин, я думаю, он стоит намного дороже просто. Прям намного дороже. Еще вот этот мотик прикольный. Я бы его тоже себе купил. 2 миллиона 400 тысяч он стоит. Ну там тачки уже неинтересные идут. Вот это еще необычная такая машина. 3,5 миллиона. Хот-рот такой прикольненький. Ну реально, я хотел бы себе мотик вот купить. И УАЗик. Вот было бы круто. Но у меня нету 3 миллионов. Даже там 5 миллионов нужно, чтобы это все купить. Ну хотя бы УАЗик мне купить было бы вообще заебись. Просто, блин, я думал, что УАЗик стоит ляма 2-3. А он стоит всего лишь 900 тысяч. Ну что ж, пацаны. Я думаю, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вводите мой ник при регистрации. Подписывайтесь на мой инстаграм. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok